Здравствуйте! В эфире новости Смоленской АЭС. В студии Юлия Смирнова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Коллеги, большое вам спасибо за ту работу, которую мы с вами делали вместе. Новые возможности для совершенствования охраны труда. Вы большие молодцы! Вы прошли все три тура Олимпиады. Старшеклассники Десногорска и Рославля стали призерами Всероссийской инженерной Олимпиады. Всегда интересно что-то новое для себя узнавать. В Десногорске определили лучших спортсменов концерна «Росэнергоатом» по питанку и бадминтону. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции Александр Васильев сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе находится 27 энергоблоков с общей мощностью чуть больше 21 тысячи мегаватт. Выработка электроэнергии на текущую дату составляет 59 миллиардов 980 миллионов киловатт-часов. Коэффициент использования установленной мощности 87,4%. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. На Смоленской АЭС в работе два энергоблока, второй и третий. Суммарная нагрузка 2128 мегаватт. Существенных замечаний по работающему оборудованию нет. За 18 дней апреля энергоблоки Смоленской АЭС выработали 724 миллиона киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработка составила 6,4 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Развитие Смоленской АЭС как ПСР-предприятия открыло новые возможности для совершенствования охраны труда. Об этом заявил начальник отдела охраны труда атомной станции Павел Лобачев 14 апреля на заседании круглого стола, посвященного Всемирному дню охраны труда. Был реализован проект по повышению безопасности на рабочих местах персонала. Был реализован проект по контролю за опасными зонами риска возможного травмирования персонала на строительных площадках. Сейчас уже в стадии закрытия находится ПСР-проект по работе со списками ответственных лиц за безопасное производство работ по нарядам, допускам. Участниками этого процесса является каждый работник нашего большого коллектива Смоленской АЭС. В заседании круглого стола приняли участие представители подразделений атомной станции и подрядных организаций, члены профсоюза. Они обсудили вопросы профилактики несчастных случаев на производстве и предупреждения заболеваний профессионального характера. Получить полную объективную информацию о положении дел в сфере охраны труда в каждом подразделении помогают уполномоченные по охране труда, которые осуществляют общественный контроль. На станции трудится 141 уполномоченные. По итогам работы за 2015 год лучшим уполномоченным по охране труда на Смоленской АЭС признана Надежда Кириллова ОЭКТ. На втором месте Николай Мясенков, ЦЦР. На третьем месте Сергей Зайцев, реакторный цех. В 2016 году Международная организация труда объявила тему Всемирного дня охраны труда «Стресс на рабочем месте. Коллективный вызов». О том, как сформировать культуру управления стрессом на рабочем месте, минимизировать его воздействие, какие программы и мероприятия для этого проводятся на Смоленской АЭС, участникам круглого стола рассказала ведущий психолог лаборатории психофизиологического обеспечения Анжелика Судакова. 23 старшеклассника из Десногорской Рославля вышли в финал Всероссийской инженерной олимпиады, организованной концерном «Росэнергоатом» и Национальным исследовательским ядерным университетом МИФИ. Четверо учащихся стали призерами олимпиады. 15 апреля в городе-спутнике Смоленской АЭС состоялось торжественное чествование победителей. Вручая дипломы, заместитель начальника управления информацией и общественных связей Смоленской АЭС Михаил Хоботов заверил школьников, что атомной станции нужны молодые перспективные специалисты, которые умеют работать, нестандартно мыслить и вносить новые идеи. Все финалисты олимпиады получили памятные сувениры концерна «Росэнергоатом» и Смоленской АЭС. Но главный подарок ждет их впереди. Победителям и призерам инженерной олимпиады предоставлена возможность заключения целевых договоров на обучение в профильных вузах. По условиям договора лучшие студенты будут удостоены стипендий от атомной станции. По окончании обучения они будут трудоустроены на Смоленскую АЭС. Я вижу себя как работник атомной станции в будущем, поэтому решил принять участие. Олимпиада дает льготы определенные при поступлении, собираюсь поступать в МИФИ, поэтому, собственно, решил участвовать. Впечатления потрясающие, потому что побывать на атомной станции – это было всегда моей мечтой. И вот она осуществилась. С 14 по 17 апреля в Десногорске проходили корпоративные турниры по питанку и бадминтону на призы концерна «Росэнергоатом». В них приняли участие спортсмены Смоленской, Балаковской, Ленинградской атомных станций, Центрального аппарата концерна и Смоленского филиала АО «Атомэнергоремонт». Мы сегодня впервые в рамках концерна «Росэнергоатом» проводим такие соревнования, как питанг и бадминтон. Питанг вообще-то для нас новый вид спорта. Очень активно прижился у нас на Смоленской атомной станции бадминтон – традиционный вид спорта, но также начинает становиться популярным и развиваться. Соревнования по питанку проходили на открытых площадках в санатории-профилактории Смоленской АЭС «Лесная поляна». Мужские и женские дуплеты играли по круговой системе. Лидерами соревнований стали хозяева турнира. Здесь игра внутреннего азарта. Здесь есть борьба с собой, борьба с соперником, борьба с внешними факторами. Это очень полезная практика. Я думаю, что стоит развивать не только на Центральном аппарате и на Смоленской станции. На площадках физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна», где проходили состязания по бадминтону, борьба была не менее напряженной. Первые места здесь распределились между спортсменами Смоленской и Ленинградской АЭС и Центрального аппарата концерна. Победитель турнира Андрей Мишурин, который более 10 лет тренирует детей и взрослых, уверен, что бадминтон – один из самых доступных и полезных видов спорта. По словам бронзового призера Максима Бойцова на Ленинградской АЭС, бадминтон также пользуется большой популярностью среди работников, поскольку дает необыкновенный заряд энергии. Это вид спорта, который вообще универсальный. Это универсальная нагрузка для всего организма, для сердечно-сосудистой системы, для двигательной системы, для зрительной. Недаром бадминтон рекомендован в качестве подготовки космонавта. Победителям и призерам корпоративных турниров вручены призы от концерна «Росэнергоатом» и профсоюза «Смоленской АЭС», а также кубки, грамоты и медали. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости «Смоленской АЭС». Увидимся через неделю. Хороших вам новостей и всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова